Около часа ночи дежурным коровам мозгопоседей 17 пришлось практически одновременно выезжать на два месяца происшествия, ликвидацию пожара на улице 1 Мая 7 и взрыва на улице Короломарса 21. В первом случае пожар начался предположительно по вине нетрезвого хозяина в одной из квартир на 4 этаже, охватил и соседнюю квартиру, а также следил перекинуться на другие квартиры, расположенные на 4 и 5 этажах. На улице 1 Мая 7, на 4 этаже в квартире не было полученного гражданина, который был в нетрезвом состоянии. Пожар разгорелся. По прибытии пожарных подразделений весь пятый этаж был объят пламенем. По столетнице сняли спасли беременную женщину и ребенка, и по текущему маршалу все взрослые птики ребенка выделили в пожарные. Это было сильное подразделение. К сожалению, на пожаре погибла Женкина, 55 лет. Большую температуру она вытягнула, как на 4 этажах. На проекте время уточняется причина пожара. Жители подъезда гонят происшествием своего соседа, любившего приложиться к рюмке. В квартире, где произошел пожар, жил в сфере, который, ну, сферял, сферил, сферил, антиоксерсный образ жизни. Лишусь, потому что гоним один раз, однажды. Поэтому, поэтому, может, такой супер, халатный. Несмотря на сильное задымление и высокую температуру в сфере пожара, до приезда спасатели жильцы сами начали тушить огонь. Данный сосед, как сосед, я был свидетелем разговора, говорил о том, что он запускал, снимал дверь, лежит в сфере этого пожара и попросил вызвать пожарный тонус. Она пришла вовремя и оперативно. И тут это все со слов от телеса. Много, когда мне мама позвонила по поводу того, что идет дым с двери, и она попыталась ее открыть, был сильный удар, получается, тепловой удар, она быстро ее закрыла. Звонила мне и сказала, что с прочностью, чтобы я пришел, я желаю, что почем тоже быть. И когда я открыл дверь, все камни говорили, чтобы я не открывал дверь в секции, мама слышала перес, я открыл, потому что невозможно было, я не знал, что там творится. Когда я видел, это было, просто огонь пожарал, все. Все. И получается, и пожарный, и пожарный, и здесь пришлось, и мне в процессе людей и бедра, и в процессе тоже пожар, так как пожар мог бы распространиться, и так оно и было. Если бы не помощь людей, так же было бы, они бы не подавали, вот, что Светка подавала, получается, на против парадный. И все это было делалось, я где-то около 11 лет я выжил, и потом подлежала помощь. Ребята, ребята помогали, потом пожарные помогали, все это помогали. И потом также мне пришлось подождать срочно же в аварийку. Из-за прежанных огнем и дымом от лестницы квартир людей пришлось эвакуировать с помощью пожарной околестности и тесторонных изолирующих противогазов. Пожарный меня вывозил в церковь, находилась на противниках, Светка, в деревне. Мы в данном случае, что у нас все было обновление, а мы в данном случае, что у нас все разговаривают вам обновление? Они стали под этим снимать задумывание, стали ко мне спешать, и я открыла, говорят, у вас ребенок, а у меня просто соседний ребенок. Я не встал туда. В многоквартирных домах, проезжающие в одной из квартир, может вести серьезную угрозу не только ближайшим соседям, но и всему дому. Поэтому, чтобы не бояться неожиданностей, нужно обращать внимание на тех, кто живет в соседних квартирах. Взрыв в салоне Красоте Афродита, расположенном по адресу улицы Карломаса, 21, также произошел около часа ночи. Взрывом было серьезно повредено здание, в котором располагался салон. Взрывной волной были выбиты окна в соседних зданиях, однако обрушение строения не произошло. Нет также и жертв или пострадавших в результате взрыва. Предполагаемая причина взрыва – утечка бытового газа. В настоящее время специалистами МВД и МЧС проводится расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия.